Алло, Владимир, здравствуйте, приятно слышать. Да, здравствуйте. Задолбал микрофон просто. Вот вам надо, блин, продлить договор. У меня уже телефон, этому номеру лет 20, никогда не продлевался ничего. А здесь уже, блин, каждый месяц. Я говорю, зачем? Я вам оплату произвожу. У вас услуги вы мне оказываете. Что вы от меня? Вот закон у них вышел какой-то в 2023 году, что необходимо, вот, блин, паспортные данные, какие-то, что-то, то-то. Я вообще не понимаю, что они от меня хотят. Какой договор? Вот я не знаю, что делать. Я хочу в микрофон получать эту фигню. Я понял. Конфицироваться сначала. Я понял. Или номер заблокирован. Кроме слов, есть подтверждение тому, что вы сейчас сказали? Якобы письмо было на электронную почту. Ну, я уже и не знаю. Давайте сделаем так. Я задаю простые вопросы, вы отвечаете только на вопросы. Мне не надо вашу историю рассказывать. Я уже знаю ответ на ваш вопрос. Мне просто хотелось бы понять. Может быть, вам это будет полезно. Хорошо. У вас есть доказательство тому, что вы сейчас сказали? Нет, я не видел письма. Я про письмо не спрашивал. Вы сказали, что к вам... Послушайте, послушайте меня. Вы сказали, что вас кто-то задолбал. Вы сказали, что вам отключат там номер и тому подобное. У вас есть доказательства вот этого всего? Записи? Записи нету никаких. Нет. Нету. С чего вы взяли, что вам что-то угрожает? Ну, якобы письмо приходило на электронную почту. Но я не видел, ладно. Нет, я не переживаю, но я думаю, что они могут отключить или не могут. Стоит мне идти в этот микрофон и разбираться? Нет? Ну, давайте сделаем так. Я просто в последнее время у меня такая фишка. Я пытаюсь отвечать на вопросы, которые мне задают, чтобы человек делал сам ответ на свой вопрос. Вот вы мне задали, стоит вам идти в мегафон? Попробуйте на него ответить, а я вам скажу, ну, если вдруг вы ошибетесь со своим ответом. Ну, для подтверждения вот этих звонков только вот. У вас нету доказательств подтверждения каких-то звонков. Поэтому я спрашиваю, вам нужно куда-либо идти? Ну, наверное. В качестве, чтобы доказательства было какое. Они звонят или не они? Только что. Ой, люди, вы меня просто удивляете. Что с вами происходит? Ну, вот, неграмотные мы такие. Да, вот сколько на работе я вот писал. Это мразм, что творят на заводе. Это вообще ужас. Ладно, я понял. Давайте я вам отвечу. Хорошо, давайте я вам отвечу вопрос, на ваш вопрос, на вашу проблему. Значит, там у операторов связи какое-то там законодательство, там то-то, то-то. Я не знаю, может там просто какой-то приказ, какой-то дебил и тому подобное. Не важно. Никто вас никуда не заставляет идти. Никто вам ничего не сделает. Просто у нас принято в стране, в мире, что баранами можно управлять. Можно их пугать. Можно их заставлять делать все, что хочешь. Только на основании того, что вот просто можно им это сказать. И они от своего незнания, от своей глупости будут это делать. Так вот, я вам открою секрет, что такие звонки идут, послушайте мне, такие звонки идут к многим людям. И многие люди там 99,9% бегут стадом туда. Начинают там возмущаться, кулачком стучать по столу. Вы на чем мне там то-то, то-то. А им-то надо что, просто чтобы не ебаться, чтобы вы поебались за них, принесли паспорт, они переписали, вбили в базу и послали вас нахуй. Понимаете, да? Я вот возмущен насчет этого. То есть, не для того, чтобы вы это, не для того, чтобы они исполняли какой-то дебильный приказ своего руководителя, а чтобы вы делали работу за них. Потому что, ну, проще же позвонить и сказать, что вы там, мы вас, мы вам отключим газ, если вы, блядь, не заплатите за мегафон. Понимаете? Так вот, я ему тоже говорю, ты пришли мне это письмо. Да не надо ничего говорить, блядь, вообще не надо вести никакие разговоры. Люди, блядь, очнитесь, вами управляют, манипулируют, кахуй знает кем. Я это на работе тоже пытаюсь доказывать, что, блин, с нас стадо баранов делали. Да кому чего доказывать, блядь, зачем? На вопрос ответьте, зачем вы кому-то что-то пытаетесь доказать? Живите спокойно. Не объединить, не объединить людей. Зачем, еще раз спрашиваю, зачем баранов объединять? Чтобы, блядь, громче блея не было слышно. Согласен, согласен. Вы просто, послушайте меня, просто живите спокойно. Делайте то, что считаете нужным, да, своей жизнью. Спокойно себя ведите. Не реагируйте на этот дебилизм вокруг вас, на этих баранов. Просто делайте, что считаете нужным. То, что касается непосредственно вас... Давайте сделаем так. Если я говорю, не надо параллельно мне говорить. Я так... Во-первых, то, что я говорю, и когда вы говорите, вы не слышите, что я говорю. Я пытаюсь уже, блядь, третий раз сделать попытку рассказать вашу историю. Ой, блядь, тут мне звонят уже какие-то... Так, сейчас подождите, как-то надо отбить эту хуйню. Пиздец, как отбить? Так, все, отбились. Значит, слушайте, пожалуйста, не перебивайте, потому что четвертый раз я повторять не буду. Значит, существует у них там какое-то распоряжение, чтобы взять ваши паспортные данные. Никуда идти не надо. Достаточно вам, блядь, в личном кабинете сообщить им эту информацию в чате, и все нахуй. Все. Я вам ответил на вопрос? Можете зайти в ваше приложение, в чат написать, что вот какие-то долбоебы мне звонят, говорят так и так, блядь, придите туда-то, принесите ей паспорт, нам надо то-то, то-то. Ну, чисто можете там и нахуй их послать. И вам ответят, успокойтесь, вот у нас там то-то, то-то, достаточно вашей фотографии там и там то-то, то-то. Все. Не выходя из дома, вы проблему решите. Но на будущее не ведитесь на вот эти разговоры и тому подобное. Живите спокойно, не надо объединять баранов, которые... Бараны, понимаете? Я давно сделал вывод, если вы смотрите мои там видеоролики, ну, блядь, ну сделайте уже выводы, что не справить вот это быдло вокруг нас. Не справить. Если вы себя не относите к этому стаду, блядь, не относите, ну вот, блядь, образовывайтесь, учитесь там, я не знаю, как-то изучайте что-то, блядь. И живите, самое главное, спокойно, не лезьте в эту хуйню, которая, блядь, никому не нужна. Не нужна этому стаду баранов, чтобы вы там их кого-то объединяли, там еще что-то как-то защищали. Их устраивает, понимаете? Да, я их в профсоюз уже послал, и все уже, блядь, это вот тоже... Да вы можете президенту послать, вы можете кипиш создать, только... Я у вас первый вопрос задаю, блядь, у вас есть доказательств, что вы мне отвечаете? Ну, уже столько говна уже, блядь, из себя выдавили, как из тюбика, блядь, потому что, блядь, вас что-то возмущает. А у вас даже доказательств нету. Я вот хотел скачать приложение на телефон, придется телефон менять, чтобы аудиозапись это записывала. Ну и что аудиозапись? Ну мало ли кто вам позвонил. Ну что вы этим докажете? Ну какой-то пидорас звонил, сказал, вот, сделайте то-то, то-то, присядьте два раза. Да до хрена таких дебилов, которые на работу берут, даже если это официальные работники мегафона, не мошенники и тому подобное. И что ж теперь, реагировать на каждый их незвонок и тому подобное? Ваши права в чем-то нарушены, вам что-то отключили, что-то произошло. Ничего ж не произошло. Вот когда вдруг ни с того ни с сего вас отключат, да, вот тогда будете уже шуметь, понимаете? Шуметь, когда будут реально нарушены ваши права. Реально. А это все просто манипуляция людей, которые не хотят делать свою работу, потому что, ну, есть проще, проще баранов согнать в стадо и пригнать в стойло, чем за каждым бараном бегать. Да. С этим коронавирусом, с этой мобилизацией, мы уже пострадали. Да никто ничего не пострадал, никто не пострадал, пострадали бараны. Вот я не пострадал ни от чего. Я не болел коронавирусом, я не носил на мордик, я не колол себе ничего, я никуда не поехал. Потому что я просто не хочу этого делать, я этого не делаю. А вы это делаете, и бегаете, и спрашиваете, а что мне делать, а что мне делать, блядь. Вы что ждете от вас, от меня команду, что делать? Вот если я скажу, колись, блядь, вы что, пойдете колоться, что ли? Нет, конечно. Скажу, едьте на СВО, вы что, поедите на СВО. Так а хули вы спрашиваете, отвечайте сами на свой вопрос. Да. Вы такое ощущение, как будто вы ищете вот этого дяденьку, бога, который, блядь, будет вам отвечать на ваши вопросы. Научитесь отвечать на ваши вопросы. Если что-то непонятно, у нас есть интернет, ну загуглите, почитайте. Я уверен, на ваш вопрос есть куча ответов, потому что явно вы не первый с этим сталкиваетесь. Вот вы мне скажите честно, прежде чем мне звонить, писать и тому подобное, вы в интернете посмотрели вообще эту проблему, да или нет? Нет. Нет, потому что проще, блядь, чтобы дядя за тебя это сделал. Извиняюсь. Ну правильно же, так? Все отвлекаю. Правильно, не, ну я вот просто, я вам на будущее говорю, чтобы учитесь, учитесь быть людьми. Ну не сделал, проконсультироваться, да, может вы в курсе, ладно. Извиняюсь, просто уже... Ну я просто пытаюсь до людей донести какие-то, ну способы решать проблемы. Дать им все-таки не рыбу, а удочку, удочку, понимаете? Чтобы, блядь, решать проблемы, которые у вас возникают, с помощью удочки, а не перекусить рыбу и потом опять проблемы свои решать. Согласен. Ну я надеюсь, я до вас как бы донешь, возможно эмоционально, но я думаю, это такая моя фишка для людей таким образом доносить, в том числе путем мата. Эмоционально, у меня жена все успокаивает, а я всегда в налоговую водкодил, блин. Льготы есть, тоже ветеран боевых действий, а мне налог пришел на гараж. Ее-е-е, вот налоговую пошли, тоже разборки устраивал там. Ладненько, ладненько, давайте не будем тратить ваше время, мое время, потому что я понимаю, мы можем час вот оболтать, а у меня нет времени. Всего хорошего, если что, обращайтесь, но попытайтесь сначала решить свой вопрос с помощью интернета, проконсультироваться. Если вдруг не сможете, обращайтесь. Всего хорошего, до свидания. До свидания.